А теперь к Соне Шмыганные и стасканные обои почернели по всем углам. Должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой. Кто тут? Это я. Я к вам. Это вы? Господи! Я, может, в последний раз пришел. Я, может, не увижу вас больше. Я к вам пришел одно слово сказать. Боже, какая вы! А я бы в вашей комнате по ночам боялся. Хозяева очень хорошие, очень ласковые. Мебель здесь, все хозяйское. Дети ко мне часто приходят. Мне ваш отец все тогда про вас рассказал. Он мне все тогда рассказал. Я его точно сегодня видела. Кого? Отца. Я по улице шла, там, по длину углу. А он будто впереди идет. Вы гуляли? Да. Катерина Ивановна, у вас говорят, у отца ты чуть не била. Била? Господи, да что вы это била? А хоть бы и била, так что ж. Ну, так что ж, вы ничего, ничего не знаете. Так вы что, любите ее? Ее? Да как же. Ну, она же ведь совсем как ребенок. Она справедливости ищет. Так верит, что во всем справедливость должна быть и требует. И хоть мучить ее, она несправедливого ни за что не сделает. Она сама не понимает, как это нельзя, чтобы все справедливо было. И раздражается, ну, как ребенок. А с вами что будет? Не знаю. Они теперь на той и на старой квартире останутся. Не знаю. А у нее ум мешается, вы не заметили? Говорит, что вы ей теперь помощник. Что она денег где-нибудь займет. Ох, сколько раз я ее в слезы вводила. Ой, как я жестоко поступала. Это вы, да? Жестоко? Да, я, я. Главное, я приношу ей воротнички. Показать мне Елизавету торговкой воротнички. И на рукавнички дешево принесла. А Катерине Ивановне очень понравились. Подари, говорит, их мне, Соня, пожалуйста. Пожалуйста, попросила. Никогда ни у кого ничего не попросит. Себя скорее отдаст последнее. А я ей отдать-то и пожалела. На что, говорю вам, Катерина Ивановна так и сказала? На что? Ой, кажется, вот сейчас бы все воротила. Все эти прежние слова. Ой, да что это я вам же, это все равно. Эту, Лизавету, торговку, вы знали? Да. А вы разве знали? Катерина Ивановна в чахотке, в злой. Она скоро умрет. Нет. Нет. Так ведь это аж хорошо, коли умрет. Нет, не хорошо, совсем не хорошо. А если вы еще теперь при Катерине Ивановне заболеете? Вас в больницу свезут. Что с детьми-то будет? Вы подумали? Ну, этого-то уж никак не может быть. Как не может быть? Это у вас ум-то мешается. Деньги-то, небось, не каждый день получаете? Нет. С Поленькой, наверное, то же самое будет. Нет! Нет! Бог такого ужаса не допустит! Да, других допускает же! Нет, ее Бог защитит! Да, может быть, и Бога-то совсем нет! Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Господи! Да что вы это передо мной? Это я не тебе. Это я всему страданию человеческому поклонился. Я бесчестная. Я великая-великая грешница. Это-то так! Это-то так! Но пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! Еще бы не ужас то, что ты такая живешь в этой грязи, которую сама так чувствуешь и ненавидишь. Ведь чувствуешь, Соня! Стоит только глаза пошире раскрыть и поймешь, что никому-то ничем не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь. Ну, скажи мне, скажи наконец, как в тебе это-таки позор, грязь, низость с другими совершенно противоположными чувствами совмещается. Ведь справедливей, в тысячу раз справедливей головой вниз в воду и разом покончить. А с ними-то что будет? Так ты что, Богу очень молишься, Соня? Что я без Бога-то была бы. А Бог что тебе за это делает? Молчите! Не смейте! Все делает! Так и есть, юродивая! Евангелие у тебя откуда? Лизавета принесла, я просила. Ты с Лизаветой дружна была? Да. Она приходила редко, но нельзя. Мы с ней читали и говорили. Ее топором убили. Она Бога узрит. Где тут про Лазаря? Про воскресенье Лазаря где? Зачем вам? Вы же не веруете. Читай! Я так хочу. Читала же Лизавете. Читай! Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Марфа сказала Иисусу. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей. Воскреснет брат твой. Я есть в воскресенье жизнь. Верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Так, Господи. Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус говорит ей. Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Сказав все, Он воззвал громким голосом. Лазарь, иди вон и вышел умерший. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Все про воскресенье, Лазарь. У меня теперь только ты. Я сегодня родных бросил. Я пришел к тебе. Пойдем вместе. Куда идти? Я не понимаю. Потом поймешь. Ты тоже переступила. Смогла переступить. Ты загубила жизнь. Свою – это все равно. Ты могла бы жить духом и разумом. А ведь кончишь на стеной. Зачем? Зачем это? Зачем? Надо же, наконец, рассудить трезво и прямо. Не по-детски плакать и кричать, что Бог этого не допустит. Ну скажи мне, скажи, что будет, если тебя завтра в самом деле в больницу свезут? Что же делать? Что делать? Сломать надо. Сломать что надо и страдания принять на себя. Свобода и власть. А главное – власть над всей этой тварью, над всем дрожащим муравейником. Вот цель, Соня. Помни это. Это мое тебе напутствие. Я, может, в последний раз с тобой говорю. Поверь, если приду к себе завтра, скажу, кто убил Лизавету. Прощай.